Танкисты, всем привет, всем хорошего настроения, приятного просмотра и посмотрите какой танк перед вами. Фейс 1, это наверное самый желанный танк на данный момент в рандоме для всех танкистов, потому что очень сложно его выбить, он не продается. Его можно там с каким-то 0-0-0-0-0-3% шансом выбить из контейнера операции, если я не ошибаюсь, которая идет на после 60 уровня боевого пропуска. Ну, соответственно, ребят, танк практически невозможно выбить, там даже близко, ну, насколько я поспрашивал людей, даже близко никто не доходит до, мало того, что до открытия там двух, я не говорю уже там трех и четырех этих сундуков, дай бог один открыть, ну, просто потому что не успеваешь. И, кстати говоря, народ, действительно, танкист, ну, собственно говоря, от его лица будет сегодняшний реплей, действительно выбил фазу, по-моему, из прошлого, то ли из позапрошлого пропуска. Точно так же, как мы, купив боевой пропуск и просто открыв контейнер операции. Ну, в это сложно поверить, потому что на моей памяти действительно первый человек, я впервые вижу в рандоме, это танк. Итак, что касаемо танка, ребят, естественно, сегодня на обзоре будет он. Ну, могу сказать так, ребят, ничего особенного, ничего сверхимбового в этом танке нету, просто его редкость говорит сама за себя. Ну, я уже говорил, я уже высказывал мнение насчет фазы, я хочу, чтобы этот танк сделали действительно каким-то, ну, отличающимся. Не только потому, что он редкий в рандоме. Например, у него 4 модуля с катками, почему бы не сделать этому танку единственную в мире такую вот фишку, чтобы его невозможно было поставить на каток. Ну, вот это очень сильно сделало бы танк выше других, но он, он, ребят, есть у одного человека из 1000, наверное. Ну, мне кажется, можно. Итак, прочность 2050, ну, у нас показатели стоковые. 2050 очень типично для 9 уровня, даже в некоторых моментах, может быть, будет не хватать. Броня в башне 180 мм, но она имеет достаточно рикошетной формы, вот лючок выцеливается. Это я знаю по себе, потому что несколько раз видел этот танк в прицеле, когда у меня был еще пресс-аккаунт. В бортах 70, в корме 60, фугасы, привет. В корпусе 190 мм. Во лбу очень хороший верхний бронелис, но, ребят, откровенно слабый нижний, то есть практически под любым углом он пробивается. В бортах 65, ну, и, соответственно, видишь, да, где катки, туда тоже залетает. 40 в корме. Пожароопасная корма, если я не ошибаюсь. Дальше у нас урон в минуту 2177, но, по-моему, это в итоге будет порядка двух с половиной. Перезарядка 11.03, что у нас по пробитию? 330 на кумулях, это очень хорошо. Для девятки 250 на ББшках. Урон обычный, 400 на Галде. 340, на фугасах 515. Сведение, ребят, 5.4, ну, по-моему, 4.8, 4.9, может быть, 4.7 у танка есть. Ну, то есть он не супер сводящийся и не супер лазерный. Я дважды играл на нем на стриме, и могу сказать, что мне он показался косоватым. Даже, например, на фоне какого-нибудь американца, скажем, М103, он проигрывает по параметрам точности. Это лично на мой взгляд. Итак, разброс 0.355 тоже будет, ну, может быть, 0.328, 0.330 примерно. Минус 10, увы, на самом деле, очень здорово для него, потому что танк достаточно низкий. Максималка 40 км в час, тег вооруженность 15, скорость поворота башни 21 и корпуса 31. Ну, чуть-чуть накиньте ко всем параметрам, там процентов 20-15, и они будут лучше, если вы прокачаете этот танк на все 100%, поставите снаряжение, амуницию, оборудование. Ну что, народ, самое интересное вас ждет впереди. Ну, не мог я вас лишить, ребята, возможности посмотреть на такой бой. Да, мы в топе списка, но, знаете, тут не приходится выбирать, если вам присылают реплей на фазе. В любом случае, я признателен этому человеку, потому что мне действительно интересно посмотреть на этот танк. Нас, ну, чтобы вы понимали, нас пробивают любые танки. То есть, нету проблем с пробитием фазы, если только она не стоит от УВН. Ну, то есть, обычная система бронирования, крепкая башня и достаточно слабый корпус. Он пожароопасный. Какие-то параметры уникальные там по скорости? Нет. Ну, нет такого. Ну, то есть, 252 едет, ну, чуть хуже, может быть, нас. Так, и будет ли первое пробитие на 446? По-моему, игрок, если я не ошибаюсь, на сенсоре проводит эту катку, но я могу ошибаться. Очень важно занять позицию от УВН, от башни, потому что в этой ситуации, когда команда противников все вот просто с одной стороны, будет невероятно круто и настреливать урон, и контролировать всячески проезды. То есть, если бы Т-32 заехал на вот эту верхотуру, играл бы от УВН, была бы проблема. Сколько раз я уже, ребята, на себе прочувствовал, когда ты вот стоишь вот как бедный родственник, как вот этот вот, этот тигр 2, да, либо же вот, например, как вот это вот ПТХ. Ну, по тебе просто скидываются все, потому что ты там, ну, так себе позиция. К сожалению, раз за разом не проходят тычки, по-дому уже просто шпуляет Т-49 фугасами. Это, конечно, нагнетает обстановочку. 1700 хп, ну, посмотри, но чуть-чуть не хватает. Ну, вот, например, к слову о том, что можно было сделать этому танку получше. Ну, почему бы не дать 11 УВН, да? Это же было очень круто. Ну, их нет, в принципе, в рандоме. Альфу там 430. Почему разработчики сделали из него просто обычную коллекционку, которая, в принципе, ну, если бы этот танк был бы, например, в сундуках, или продавался бы за золото, он бы не был бы ничем примечателен для большинства людей. То есть его точно так же бы забыли, как и все остальные. Я больше чем уверен. Да, 780, это фугасы, ребята, от Т-49 просто не безостановочно летят. Т-32, я не знаю, это его коварный план, либо же просто он просто не хочет получить, но есть ощущение, что он как будто бы вытягивает на себя, чтобы чувак получил и от 53 ТП, и от, по-моему, вафли, который стоял еще с правой стороны недавно. Пробитие, скажете, крутое. Да нет, посмотри, как выглядит Т-32. Ну, мы сейчас говорим про ОББшки, потому что кумули пока что не заряжаются. ДПМ бешеный? Нет, ну, посчитайте. У нас 400 урона. КД-600 танк сколько там? 10 секунд. Ну, 2400, да, примерно, или сколько там? Ну, 2400 там с небольшими копейками. Ну, и что, это хороший ДПМ? Да, абсолютно обычный. То есть его ДПМ назвать нельзя. Что у него можно взять как особенность танка? То, что он редкий. Так, а зачем мне эта редкость, если я на нем не буду получать удовольствие? Так, это, кстати говоря, ребят, прошу обратить внимание, это хороший игрок на танке. Хороший игрок. То есть представьте, да, если попадется, например, человеку с 40%, там, даже с 50%, то уже другое впечатление танка будет. Плюс мы играем в топе списка, где мы, по большому счету, должны разматывать всех. А мы играем достаточно осторожно. Вот, сложите все эти факты и поймите, что танк, мне кажется, немножечко неправильно забаланс был изначально. Ну, хорош. Вот сейчас прекрасно. Так, ну, сзади вроде как пока никто не хочет по тебе скидываться. Тут 53 ТП уже ползет. Его как будто бы просто пропустили. А, это Е75-й стоял, ребята, снизу. Он абсолютно... И он еще отлетел от Борща. Вопрос, что он делал? Я, честно, не понимаю, как вот он отлетел. У него фулл-ХП было еще недавно. Союзники. Вот, я не знаю, что с ними происходит. Такое ощущение, что ты просто морганешь. Их нет уже. За 15 секунд отлетает четверо. А Борщ, ну, он в любом случае его не забирает. Ну, вот, поэтому можно, в принципе, даже, наверное, получить. Но и этого не пришлось нам делать. Type 68? Слушай, даже Type 68, наверное, может, ну, в какой-то мере противостоять фазе и быть более эффективным. Ну, вот у меня такие ощущения, потому что... Вот какая у него... У него, по-моему, альфа даже побольше. Нет у Type'а? Вот и брони побольше. У него НЛД круче у Type'а, чем у фазы. Она у него более рикошетна, потому что находится вот под таким углом. То есть, скос НЛД прям виден и даже в серой иногда не пробивается. У фазы, как вы можете вспомнить, она находится... НЛД находится под прямым углом. Пробить не составляет сложности. Так, хорошо, у него фулл ХП. Ну, на самом деле, для нас это очень круто, очень здорово. Потому что, ну, как бы, вы понимаете, да? Дамаг-то нужен. Наш герой, кстати говоря, из хорошего клана Unity. Спасибо тебе за реплей. Извини, что я очень долго собирался с силами. Не мог этот реплей опубликовать. Вот, вот, полное... Ну, по-моему, полное сведение было. Просто мимо летит. Выцель... О, смотри! Просто глянь. Я еще, когда первый раз на стриме смотрел этот выстрел, этот реплей... Я... Посмотри, насколько... Куда он его пробил? Он просто его пробил в башню. Я не помню, какая голда у Тайпа, но это не Кумули. Посмотри. Или в маску, или в башню прям в саму. Ну, по-моему, чуть-чуть обидно. Так, а у нас... У нас почему-то на время ушло все обозначение, но мы его хоть начали пробивать. И такой, ты думаешь, да? Блин, а лучше, наверное, мне вообще ничего не делать. Ну, отворачиваешь башню и сразу начинает пробиваться. Голда. Ну, голда... Голда тоже. Посмотри. 330 миллиметров на Кумулях. Мы стоим выше. Type 68, по сути, должен быть полностью лишен какой-то проведенки. Но все равно там есть красная зона, куда мы можем не пробить. Скатка. Бам! На 395. Вообще нет проблем. Я удивлен, ребят. И 100 КП у нас остается что-то делать без... Постояни на башню его. Постояни на башню Type. Мы просто не можем... Иногда даже ББшкой туда пробить. Ну-то надо... Ну, да-да-да. Тут хоть случился рикошет. И спасибо большое, что прошла Альфа-408. Потому что у Фазы, как и у большинства американских танков, ну, это было замечено лично мной, и на М103, и на Т110Е5. Постоянно летит 330, 340. То есть спасибо большое, что 408 и в нужный, в решающий момент прошла такая Альфа. Потому что следующую тычку он бы нас забирал. Наверное, даже пленул бы фугасом и как бы просто уехал. 1885 чистого опыта, 7000 настреленного урона, 6 фрагов. Это была не нубка у человека. 44 тысячи боев, 65% побед. 2100 среднего. Посмотрите, против кого мы остались. 46%. Я не могу сказать, что наш герой прям потел, когда играл против этого танка. Но у него явно были некие сложности с тем, чтобы в него попасть. И с тем, чтобы его даже в каком-то моменте, наверное, пробить. 46% ребят. Теперь еще раз подумайте, что будет с этим танком, когда на нем будет играть вот этот Type 68, например. Против десяток. То есть непонятно, по какой причине этот танк сделан настолько обычным, настолько посредственным. Народ, у меня на этом все. Огромное спасибо за то, что посмотрели это видео до конца. Поставили лайк. Ну и, конечно же, подписались на канал. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok